Новый уровень развития среднего профессионального образования отмечается на Ставрополье. Одним из составляющих этого процесса является проект «Профессионалитет». Теперь в колледжах активно обновляется оборудование, проводится чемпионат, увеличивается взаимодействие с работодателями и многое другое. Обо всем подробнее говорим с заместителем министра образования Ставропольского края Денисом Жирновым и директором Института среднего профессионального образования Ставропольского государственного аграрного университета Оксаной Риховской. Оксана Сергеевна, Денис Алорович, здравствуйте. Добрый день. Рада вас сегодня приветствовать. Мы не раз уже, конечно, говорили о проекте «Профессионалитет», но как-то это было на примере колледжей. Сегодня хочу в целом спросить, что же такое профессионалитет в Ставропольском крае? Профессионалитет по своей сути это уникальный федеральный проект подготовки рабочих кадров. Это уникальная возможность работодателю вовлекаться в учебный процесс непосредственно, а выпускнику будущему гарантированно трудоустроиться на предприятии. Таким образом, студент работает на новом оборудовании, как вы сказали. Это наличие практики на предприятии. И, наконец, это трудоустройство при сокращении сроков обучения. То есть вот эти преимущества, нельзя же сказать, что этого совсем не было, да? Просто увеличены объемы, вот именно оборудование, практики и так далее. Что именно изменилось? Все хорошее – это забытое старое. Раньше так и делалось. Строились заводы, а параллельно учились кадры, которые приходили на завод и трудились. В принципе, это то же самое, что было раньше. В рамках профессионалитета создаются так называемые кластеры. Вот давайте такой небольшой ликбез, что они собой представляют? Что такое кластер? В настоящее время у нас действует профессионалитет в области сельского хозяйства. В него входят 22 работодателя и 8 сетевых организаций СПО. Таким образом, образовательный производственный кластер представляет собой симбиоз работодателей и непосредственно учреждения образования. И сколько у нас таких сейчас кластеров? Мы к этому сейчас подойдем. Сейчас у нас уже их два. Хорошо, у нас открылся новый кластер. Это химич по химической отрасли на базе Невиномысского химико-технологического колледжа. Таким образом, у нас сельское хозяйство на базе Савропольского государственного аграрного университета и химия. Это увеличивает именно взаимодействие с работодателями? Или есть еще какие-то плюсы от создания таких кластеров? Во-первых, это модернизация оборудования, потому что по условиям конкурса головного учреждения получает 100 миллионов рублей с федерального бюджета. Соответственно, обновляется материальная база. Как раз поделитесь о конкурсном отборе. Что он собой представлял? Что нужно было сделать, чтобы стать участником профессионалитета? Наверное, вопрос ко мне. Я так думаю, что нужно было сделать. Прежде всего, продумать свою программу деятельности, которая бы удовлетворяла всем требованиям федерального проекта. То есть уже на самой первой стадии при подаче заявки в Минпросвещение мы составляли программу работы кластера. Могу сказать, что программа в процессе теперь работы уже получается второй год в проекте. Она корректируется, меняется, но прежде всего меняется в лучшую сторону с увеличением показателей. То есть на момент подачи заявки мы, например, проговаривали, планировали участие и были включены в заявку 7 предприятий. И, как видим, в принципе, в три раза у нас увеличилось количество предприятий, хотя в программе деятельности мы прописывали меньше. Это позволяет проект делать. Но чтобы победить, нужно правильно свою стратегию развития СПО продумать на три года по потребностям. Вот что касается особенностей, да, мы все реализуем по стандартам однозначно. Как Денис Алорович сказал, максимальное привлечение работодателей. Не просто их вовлечение с их матбазой, а привлечение специалистов прежде всего. Вот сейчас мы на той стадии, когда мы привлекаем специалистов к себе на те лаборатории, в те мастерские те лаборатории, которые создали за счет федеральных средств, укрепили свою матбазу. Мы приглашаем их к себе на том оборудовании, которое есть у нас, показать те компетенции, которые необходимы нашему специалисту, выпускающемуся, да, им конкретно. То есть ветеринарный врач приходит и показывает то, что нужно, то, что он хочет видеть у себя. И вот этот момент, то, что часть образовательной нагрузки мы реализуем совместно именно с работодателем. Именно он работает внештатным совместителем у нас. И как наставник отбирает уже себе, получается, специалистов. Вот к этому, да, мы пришли, этого в программе деятельности такого не было, да, на площадке работодателей. Вовлечь, утвердить программу, подготовить компетенции, вместе с ним проработать, да, отправить на практику. А вот сейчас уже мы в стадии, мы запускаем эти программы дальше, развитие, когда уже партнер зайдет к нам на площадку именно как педагог. Сразу ли вашу заявку приняли или какие-то доработки приходилось делать? А эта заявка не подразумевает выбора. То есть, либо вы прошли в конкурсном отборе, либо нет. То есть, вы отправляете закрытый пакет, заявка закрыта, собраны документы, и они открываются все одновременно, рассматриваются и проходят этапы отбора. То есть, да, кто-то отходит на первом этапе, это оформление. А второй этап – это контрольные цифры приема, рассмотрение, какие заявлены, какие в процессе. И тут, конечно же, благодарность региону, который помогает, смотрит, расписывает все контрольные цифры приема на следующие три года. И потом уже непосредственно основное – это инфраструктурные листы, где описывается, что мы планируем купить, что усовершенствовать планируем. И главную роль работодателя играет. Все должен он подтвердить. Я хотел бы напомнить нашим телезрителям, что Край впервые вступил в проект в 2022 году. И по поводу конкурса. Одним из условий является софинансирование со стороны региона. И чем больше софинансирования, тем больше шансов победить в этом направлении. Поэтому действительно край, правительство края, губернатор оказывает большую поддержку. То есть, все-таки, изначально инициатива заявки идет от самого образовательного учреждения. Какой у них есть проект, какая у них есть идея, потребность, да? Или же все-таки какой-то есть запрос именно от экономики региона, скажем так, что в этой отрасли нужно развивать, в этой отрасли развивать. Вот тут чья инициатива больше учитывается? У нас есть совет коронационный, который собирается и решает. Действительно, это нужно региону. То есть, было совещание, которое было принято решение. Край аграрный. Соответственно, профессионализм в области сельского хозяйства просто необходим. Как часто проводится отбор по конкурсу? Раз в год или несколько раз в год? Раз в год. Раз в год. Каждый год. Раз в год. Вот сейчас у нас созданы в Российской Федерации ассоциации. Мы возглавляем ассоциацию сельского хозяйства в России, всех кластеров, которые входят. На сегодняшний момент уже порядка 50 кластеров сельской отрасли у нас входят в ассоциацию. То есть, за 2002, 2023 и 2024 год объединились кластеры сельхозотрасли. Также по каждой отрасли. Химическая, атомная отрасли. И в любом случае заявка подается один раз в год. Министерство просвещения отбирает и выбирает победителей. Планируем ли мы в новом конкурсном отборе участвовать? Не секрет, поделитесь. Не секрет. В этом году Министерство просвещения объявило дополнительный отбор на 2024 год. Это означает, что к 1 сентябрю кластер должен быть уже открыт. Времени мало. Мы приняли участие, как я же сказал, победила химическая отрасль у нас. Невеномысский химико-технологический колледж. Сейчас у нас проводится отбор на 2025 год. Мы планируем участвовать с легкой промышленностью и транспортной отраслью. Кроме того, появился проект конкурса образовательной деятельности. И мы пытаемся в него войти с педагогикой и туризмом и дизайном. Ну, все-таки выбран будет один, да? Планируем подавать все четыре заявки. Чем больше заявок, тем больше шансов победить. Будем, конечно, надеяться, что мы вот так сразу с нового 2025 года войдем в несколько кластеров. Это большой скачок развития все-таки. И вот, Оксана Сергеевна, расскажите, пожалуйста, на примере, как же меняется образовательный процесс? Вот вы уже стали участником. Вот сейчас, по истечении времени, вот заметно ли стал профессионалитет вашей деятельности? Ну, я перед этим уже коротко сказала, что мы сторонники двигаться вперед и что-то новое вносить в любом случае в образовательный процесс. Ничего нет совершенного, да? Самое главное видим то, что сейчас не только мы просим работодателя, сейчас все работодатели просят нас. Принять участие в их деятельности. И активно идут на сотрудничество в плане наставничества. Но наставника не тот, кто просто контролирует процесс на производстве. А наставника, который заходит, опять вернусь и повторюсь, в образовательную организацию. То есть, чтобы увидеть студента в его, так сказать, удобной среде, образовательной среде, в учебном заведении, да? И посмотреть, на что он способен. Но не только его оценить, как мы его научили, а принять роль свою в образовательном процессе и дать знания. Также нужно сказать, что образовательный процесс изменился в том направлении, что нам стандарты, ведь не только мы сами работаем, мы работаем согласно федеральным государственным образовательным стандартам. По-другому мы не можем реализовать образование, да? То сейчас максимально обновляются, если мы посмотрим статистику, то сейчас где-то процентов уже 20 стандартов обновлены за последнее время. Не считая тех, в которые внесены поправки, связанные с профессионалитетом. Что нам они, какую дают возможность? Это гибкая система. То есть, нам не прописывают конкретные дисциплины, часы. Нам сейчас просто говорят о тех необходимых видах деятельности, стандартных, которым должен обладать тот или иной специалист, выпускник. При этом нам стандарт сегодняшний позволяет прямым текстом написано, включить свой вид деятельности, чего никогда не было в предыдущих стандартах. Мы могли вводить дисциплины, мы могли вводить междисциплинарные курсы, так сказать, где практика, обучение, да? А вот вид деятельности, профессиональный модуль, нет. Сейчас мы можем, но мы это должны сделать, согласуя это с нашим работодателем. Если он говорит, да, мне нужен сейчас тракторист, машинист в профессии у агронома, или, например, даже у электрика, или, ну, понятно, само собой у механика, мы должны будем это включить и за счет часов вариативной части дать эти профессии. И вот как раз-таки о профессиях могу сказать, что раньше достаточно было одной профессии. А сейчас, несмотря на то, что мы сократили, сокращать можем, сроки сократили, там, на 10 месяцев, да, мы можем и обязаны включать не одну профессию. И иногда работодатель просит довольно-таки неожиданную профессию включить в ту или иную специальность, но тем самым становится она интереснее для самого обучающегося. Сейчас этот запрос уже сформирован от работодателя? Какой модуль ввести? Конечно. Но по закону, федеральному закону 273, ну и по 762 закону ИСПО, мы обязаны вносить все проправки, все изменения до начала приема, и утверждать образовательные программы, чтобы абитуриент, который планирует к нам поступать, уже изначально видел, как он будет учиться. Вся эта информация доступна, выкладывается на сайте, в данном случае у нас, университета или колледжа. То есть эта информация открыта, мы это должны выполнять. Ну, прием уже скоро же начинается, да? Да, с 20 июня начинается прием. 20 июня. И эта информация уже известна, мы можем сейчас уже сказать, какой модуль появился. Конечно. Два года проект уже реализуется, даже два с половиной. И в этом году у нас первый выпуск, 251 человек, и мы уверены, что все трудоустроятся по своему направлению. Ну, насколько я знаю, даже уже в процессе обучения многие трудоустраиваются, да? Да, вот особенность профессионалитета еще является, да, то, что у нас на третьем курсе, всего три курса, да, практически везде, у нас студенты, многие, пройдя практику и вот такое взаимодействие с работодателями, остаются на предприятии. Но мы совершенно не жалеем, они 30% обязаны очно посещать, 30% обучения должны, да, остальное они выполняют по индивидуальному графику. Ну, как никто лучше может научить его на предприятии работать? И те уже компетенции основные до третьего курса, базовые, то, что требуется, в принципе, по стандарту, он уже получает. А вот с третьего, с начала, да, там, середины, он уже те именно особенные навыки должен получить, что, в принципе, способствует предприятию, забирая его работать. И интересно поговорить о прошедшем 20 апреля, единый день открытых дверей в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Вот расскажите, как же все прошло? Ну, в нашей организации, так как мы базовая организация, да, в принципе, везде, по всей России проходили, наши сетевые организации проводили день открытых дверей. Во время него и до того мы проводили также профпробы на предприятии совместно с общеобразовательными учреждениями, то есть школьники вместе с нашими студентами, с нашими преподавателями. Мы приезжали на предприятия сельхозотрасли, и там нам показывали площадки, где будущие, желающие поступить на специальности наши, смогут работать. Вот это взаимодействие, могу сказать, приносит свои плоды, потому что, вот, например, в том году у нас прием увеличился в два раза, мы набрали 1020 человек. В этом году планируем набор увеличить на 10%, но ждем абитуриентов, и для этого специально проводим день открытых дверей в таком формате интерактивном, и в то же время в формате беседы. В актовом зале у нас было порядка, очно, да, пришли в университет порядка 1200 человек. Причем приглашаем родителей. Да. В первую очередь это для них делается, чтобы они понимали. Да, да. Ну, наверное, больше всего интересуются родители, проблемой будущего, своих детей. Если сейчас 15-16-летний человек еще сильно не видит будущее, многие не видят, да, кем он хочет стать, то родители об этом очень сильно задумываются. И у нас на площадке единого дня открытых дверей были работодатели, которые показывали, рассказывали, что их ждет, куда они могут прийти, какие перспективы роста карьерного, за сколько лет он сможет добиться тех или иных успехов. Понятно, что нельзя здесь исключать образование дальше, не только трудоустроиться, но чтобы дальше человеку в карьере вырасти, ему нужно в любом случае высшее образование. Мы тоже об этом говорим. И могу сказать, что аграрный университет здесь не то, что прям площадка практики работы бесшовной реализации, получения среднего профессионального, высшего образования, при этом трудоустраиваясь. То есть вот такой симбиоз, получается, человек может себе создать, да, три в одном, так сказать. И поэтому, совмещая вместе образование и работу. Но могу сказать, что на дне открытых дверей, у нас в едином дне открытых дверей, онлайн-трансляцию посмотрело 1349 человек. То есть если мы все сложим, все цифры, то получится порядка, там, плюс-минус около 4 тысяч, там, да, ну, 3 с половиной. Ну, поэтому, конечно же, популяризация среднего профессионального образования, несмотря на то, что, наверное, сейчас на гребне волны, да, много девятиклассников выпускается, мы прекрасно знаем, это выпускники сейчас идут 2008 года, когда у нас был пик рождаемости. И все прекрасно понимают, что не все пойдут в 10-11 классы, школы не возьмут столько, там, 11 классов выпускаются, там, 2. Поэтому, конечно же, выбор, и причем выбор образовательных учреждений, партнеров, он большой. Увеличивается с каждым годом. Да, и добро пожаловать, мы ждем, с 20 июня везде начинается прием, хотя, конечно, 28-го только получат эти статы, 9-ти классники, но прием продлится до 15 августа, поэтому целых полтора месяца есть возможность принять решение, посмотреть между средними профессиональными образовательными учреждениями, куда они могут прийти. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю наших выпускников приходить и поступать на профессионалитет. Не бойтесь, вы в профессии. И тогда предлагаю сразу же и рассказать условия поступления в рамках профессионалитета. Насколько они отличаются от других образовательных программ? Ну, вы знаете, сказать, чтобы они отличались кардинально поступления просто на программы среднего профессионального образования, даже могу сказать, что вообще не отличаются. Почему? Потому что, что такое проект профессионалитет? Это уже обучение по особым программам, но поступает человек в СПО, в среднее профессиональное образование, и мы осуществляем прием по федеральному порядку приема. Он единый для всех средних профессиональных образовательных учреждений. Да, наверное, когда проходит прием, конечно же, мы особое внимание уделяем тем, кто приходит с целевым обучением. В СПО нет квот, нет нормативов, нет требований к целевому обучению. Но в профессионалитете, как показатель и как даже показатель развития кластера или образовательного учреждения, он есть. Почему он нужен? Потому что, когда человек приходит с целевым договором на обучение, да, то он после выпуска уже, то есть как его работодатель бронирует, я возьму его работать, он должен будет у меня отработать. Поступит он на бюджет, да, он будет учиться за бюджетные средства региона или федеральные средства, а потом пойдет к работодателю работать на определенный срок по договору. А бывает и много таких случаев, когда работодатель уже приходит со своим абитуриентом, согласен за него заплатить, если он поступает на коммерцию, он оплачивает ему обучение, и тем самым студент понимает, что он должен отработать, прийти к нему на предприятие. И следующий еще момент, когда мы сотрудничаем, у нас уже есть понимание, куда студент с целевым обучением пойдет на практику и с кем нам плотнее работать. Это тоже имеет значение. А так, основным на сегодняшний момент, как и раньше, является показателем при поступлении, это средний балл аттестата. Поэтому, конечно же, кто сейчас хочет поднять себе средний балл, правильно и делает. То есть старается учиться, сдает последний контрольный, ВПР пишет экзамены, готовится к ОГЭ. Это, конечно же, правильно делает, потому что в любом случае конкуренция будет, она есть, всегда была, тем более сейчас очень много выпускников девятых классов. Но бояться им ничего не надо. Я думаю, что в регионе хватит, должно хватить мест всем. И вот хотела уточнить, есть же информация, постановление, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров увеличивает, ну, как сказал, увеличить бюджетные места на прием СПО. В среднем, в целом на СПО или же именно по профессионалитету увеличиваются бюджетные места? Ну, в этом году 500 мест мы действительно добавили, был конкурс, и уже в этом году мы наберем еще сверх запланированных мест, еще 500. То есть это любые программы, да, не только профессионалитет? Нет, востребованные на рынке труда, которые необходимы сейчас именно в этот период. Хорошо. И такой вопрос, возможно, немножечко на рассуждение. И сегодня одна из главных проблем экономики – это не только трудоустройство, а трудоустройство именно по специальности. Вот как же профессионалитет помогает решить этот вопрос? Вы сами ответили на свой вопрос – трудоустройство по специальности, никак иначе. А, ну, то есть вот как целевое… Все, что мы сейчас делаем, целевое, о чем мы говорили, все, что сейчас мы в профессионалитете работаем, потому что, ну, мы программиста, допустим, информационной системы и технологии, программирование у нас специальности, она тоже в профессионалитете, потому что в любое учреждение сельхоз в отрасли, и не только, нужны сейчас люди, обладающие цифровыми компетенциями, программисты или специалисты информационных систем. К ним приходит работодатель, практик, IT-специалист. Но который понимает отрасль сельского хозяйства. Да, который понимает, да, отрасль сельского хозяйства, который может направить, какие программы изучать и так далее. Очень крупные агрохолдинги предлагают, ну, могу сказать, всем телезрителям, родителям, которые вот мы сотрудничаем с крупными агрохолдингами, которые зашли к нам предприятиями, очень выгодные условия, даже при условии, что наши студенты еще не имеют образования. То есть у них еще нет диплома, ну, на втором курсе они учатся. Но знания они уже успели получить. И они зарплаты, проживание, одежда, питание в колхозах, в совхозах, всегда это происходит, то есть питание и так далее. Они предлагают студентам, да, может быть, нужно поехать, выехать из города Ставрополя. Но мы аграрный край, АПК, мы сельские территории должны развивать. И студентам говорим, и будущим аппетериентам, а не надо бояться во время учебы оставить город и уехать с сего. Поехать год-полтора, посмотреть, отработать и остаться до трех. В 20-ти годах ты уже специалист с колоссальными компетенциями. Ты уже можешь, ты уже ветеринарный врач практически, ты, там, зоотехник или агроном, который в поле поработал, который на оборудовании предприятия поработал. Потому что предприятия разные. У одних электронно все оснащено, у других немножко по-другому, но специалист овладевает всеми навыками здесь. И уже когда он, я вернусь к мысли, что к 20 годам, не побоявшись уехать из города, у него не только в трудовой книжке, но у него и в интеллектуальных способностях уже совсем другие навыки. И он себя, как бы там ни было, может сейчас говорить, но сейчас говорят об этом, и все аграрии говорят, ну с кем мы работаем, предприятия. Человек должен уметь себя продать, продать свои знания. Между прочим, они борются за специалистов. Если только видят друг у друга лучшего и начинают, а чем борются? Зарплатой. Поэтому кто сейчас успешный? Успешный, кто умный, развивающийся, набирающийся компетенции и практики. Вот это вот профессионалитет. И может быть, что именно это село, да, оно станет именно отправной точкой, а не так, что он на всю жизнь останется именно там. Конечно. Никто не привязывает это, да. Хватать любую возможность. Я благодарю вас за сегодняшнее интервью. Прям по полочкам все разложили, очень доступно объяснили, как работает профессионалитет. Действительно, одни плюсы. Спасибо, что нашли время прийти к нам сегодня. Я думаю, будущие абитуриенты, конечно, услышат и будут поступать на программы профессионалитета. Благодарю вас. Ждем. Спасибо. Дорогие зрители, вы смотрели программу «Актуальное интервью». У нас в гостях были Денис Жирнов и Оксана Риховская. До встречи в эфире и, как всегда, оставайтесь на своем. До встречи в эфире.